всем доброй ночи прежде чем обратиться к этому ритуалу хочу вас попросить посмотреть мой недавний ролик полтергейст неупокойные души и прочее там все похоронные традиции обычаи там объясняется как понять что такое неупокойная душа и почему может причинить вред жителям этого дома в каждом доме есть огромное количество духов душ они обитают и иногда время от времени дают о себе знать это не обязательно вредоносные силы и слова неупокойный ты не означает что он приносит вред неупокойный может быть потому что защищать своих родных и близких потому что привязался к этому месту не может найти дорогу идти потому что умер внезапно не осознал еще что он ушел иногда является в том место где он жил даже несколько сотен лет назад вот он неупокойный если этот неупокойный не доставляет вам никаких лобот со времени постепенно будет уходить если доставляет если у вас кашу кошмарные сны если животные прячутся боятся по углам если какие-то стуки если ножи и вилки летят и прочее это опасная сила и лучше провести этот ритуал попробуйте своими силами сначала справиться то есть этим ритуалом если они у вас они не уйдут если они не уйдут тогда естественно обращайтесь к специалисту к человеку который умеет с ними справляться откроет портал и отправит их на покой никогда с ними не играйтесь никогда не смейте там высмеивать их никогда не спрашивайте есть кто-нибудь там если ты здесь чего-нибудь такое сделала они могут сделать такие вещи что вам станет плохо опасны неупокойные души если они злобные если они хотят причинить вред и если хотят они вас выжить из этого дома помните фильм там другие сняты по мотивам я думаю что за человек который снял то есть написал сценарий наверняка слышал эту историю или профессионал ему сказал как это бывает как происходит когда они не пускают в этот дом никого и вот в этом доме они заблудились они привязались к дому и кто бы туда не пришел они всех выгонят и составит всех уйти и убежать и каждый раз этот дом будет продаваться и я вам уже говорил о том что нужно обращать внимание на чрезмерные через чрезмерно низкую цену дома который ну и может он так стоить мало но стоит почему потому что люди оттуда убегают не могут жить вот приходит человек который умнее других места чтобы убежать впадать в отчаяние вызывать каких-то попов и кропить святой воды просто делает ритуал определенный по совету знающего человека или просит этого знающего человека и убирает этого духа из своего дома дальше живет спокойно своей жизнью казалось бы никто не мог а это человек смог найти общий язык можно дружить с этими душами можно сделать так что привлечь их в свою сторону и они не будут вам причинять вред но это очень очень редко бывает и очень очень непросто это делать поэтому лучше даже иногда и не браться вот то что вот проходит сейчас иногда когда я разговариваю это тоже может быть неупокойная душа но просто мне лично они вреда не доставляют и вам могут не доставлять просто некоторые люди говорят вы знаете мы там там снимаем когда ритуал или что-либо перед камерой вот проходят такие шонки такие вот плазмоиды такие круги разного цвета вот это опасно если они вам не доставляют неудобства если вы дома не чувствуете себя уставшим выжатом и значит все нормально если доставляет неудобства если вам страшно они могут все что угодно вызвать и пожар вызвать и знаете во время дождя и перетянуть молнию на ваш дом и все что угодно если они хотят чтобы оттуда ушли они все для этого сделают и вы уйдете убежите буквально и и ножи летят и вилки летят и чего только не бывает но значит одно но если если эта душа доставляет неудобства для начала попробуйте провести этот ритуал и если вам ну в общем не поможет естественно надо будет обратиться к человеку знающий что нужно для этого делать вам нужно запастись полыню но полы надо зажигать последний день шестой день когда вы будете проводить вам нужно 4 6 восковых свечей каждый день каждую ночь извиняюсь ночью это проводится ночью без разницы полночь перед рассветом но должна быть ночь тема темное время суток любой день и выходной можно провести это не значит 6 ночей к ряду вы просите уйти неупокойную душу значит ставите водку кусок хлеба который вы должны будете оставить до утра утром хлеб под деревом оставить или где-нибудь положить что птицы клевали водку вылить на землю 6 свечей восковых каждый каждую ночь 6 свечей значит и ставите водка хлеб начитали поставили водку и хлеб на подоконник свечи догорают агарки свечей просто выкидывайте следующая ночь опять 6 восковых свечей то есть посчитать сами сколько вам свечей понадобится каждую ночь 6 восковых свечей зажигайте водку новую водку и кусочек желательно ржаного или черного хлеба сверху начитали сколько раз нужно читать вот сколько у вас комнат ну даже даже в туалете ванной можете читать то есть сколько комнат в каждой комнате читайте выгонять его со всех кого комнат гоните и собственно говоря опять оставляйте это и последнюю ночь шестую ночь когда опять 6 свечей поставите уже не нужно ни водку ни хлеб шестую ночь вы должны зажечь полы и траву и начитать точно также во всех комнатах после чего свечи догорят и трава истлеет это все опять собираете и выкидывайте когда вы поняли что это сила ушла то есть вы чувствуете что уже спокойнее стало лучше стало в доме что это даст когда он неупокойная душа уйдет это не только вернет вам спокойствие мир и тихий сон это вернет вам благополучие потому что такие души они пожирают нашу энергию удачи и энергии сексуальности в доме создают ссоры они могут с помощью подселения знаете привести в ненормальное состояние животных нашего дома временное подселение то есть пройти через человека сквозь него отдавая ему свою отрицательную энергию неупокойные могут быть на и повешенные там в этом доме и умершие давно и если недалеко кладбище кто-то забрел ваш дом да все что угодно вариантов миллион тут сейчас не будем обсуждать вы почувствуете что обстановка в доме оздоровиться будет спокойнее больше будет удачи и благополучия ваш дом и знаете иногда люди говорят делаем ритуалы как-то мало получается и всегда почему-то им кажется что это все связано с ними с какими-то родовыми проклятиями знаете что то место где вы живете имеет огромное значение огромное значение поэтому если в этом месте есть неупокойные души есть темные силы которые поселились и не хотят уйти то они не при приведут вашу вашу жизнь ваш дом благополучия потому что они питаются отрицательной энергией они питаются вашими эмоциями вашей болью вашими страданиями для того чтобы вы страдали чтобы вам было плохо нужно чтобы вы жили плохо понимаете поэтому они не заинтересованы чтобы вашем доме было благополучие зачастую и место виновата поэтому делайте эти чистки изгнать там дух захмат избавиться от неупокоенных то вот этот ритуал там чистка дома пространство очищайте то место которое вы где вы живете неважно вы снимаете там или это ваш дом в любом случае там есть духи с которым надо подружиться и они вам будут помогать и самое главное что дает чистка дома это когда уходят эти эти неупокоенные эти темные злые духи приходят духи удачи благополучия те самые которые дают человеку как бы ну вольготную жизнь до жизнь в достатке охраняют пока эти злобные есть это как знаете как собаки которые не пускают там соседи ваш дом вот пока они эти злобные есть в вашем пространстве ничего хорошего не дается вам не дается потому что они не пускают благополучие ваш дом это тоже важный момент почему нужно их изгонять и убирать если вы чувствуете что они вам мешают еще раз если не мешают это просто силы вашего дома духи которые ходят и никак ничего плохого вам не делают их изгонять не стоит но если они мешают если вы чувствуете вот эту отрицательную энергию они могут и домового изгонять и могут и не пускать в дом положительную энергию это опасные силы и от них надо избавляться и как чем быстрее тем лучше и зачастую иногда вашем доме нет благополучия и спокойствия именно потому что там поселились вот эти ненужные гости не незваные гости и так я вам объяснила что и как нужно делать когда вы почувствовали что это все ушло берете кусок черного хлеба вечером выходите из дома чуть подальше от ворот ваших или от издания поворачивайтесь спиной к лесу или к деревьям и лицом к дому через левый плечо кидайте хлеб этот кусочек хлеба и говорите живым живое мертвые мертвые берите свое и меня оставьте и уходите без оглядки не глядя идете домой после этого эти силы вас не побеспокоит итак заговор здесь есть такой момент когда вы говорите иначе ведьму буду звать если у вас есть если вы хотите назвать моими можете называть позволяю но это не обязательно но просто некоторым спокойнее когда называет мое имя если у вас есть такое желание можете называть итак начнем читать в каждом углу дома не важно нет в каждой комнате дома не важно сколько у вас комнат до один важный момент я извиняюсь берете свечу черную здесь можно взять восковую можно взять парафиновую в руки и ходите по этим комнатам и начитывайте возьмите такую большую свечу колонну чтобы она ну чтобы ее хватило на 6 ночей если не хватит можете новую зажечь свечу ходите с этой свечой она будет коптится он будет дымится не важно держите можно восковую можно парафин и уже сказал черную свечу как только вы начитались на ставите на стол эту большую свечу нужно потушить остальные должны догореть шестую ночь большая свеча должна тоже догореть вместе со всеми я объясню почему я не делаю по всем канонам и не соблюдаю условия потому что мне изгонять никого не нужно вот чем дело я просто вас учу как это делать я никого не изгоняю по крайней мере сейчас живым живое мертвы мертвы и не мертвая душа среди живых иначе ведьму позову ведьма духов призовет а духи тебя будут гнать огнем тебя будут сжигать договоримся по-доброму уходи на упокой не держись за этот мир ты уже не в этом мире твое место не здесь я тебя поминаю я тебя заклинаю с миром отпускаю среди людей тебе больше не гулять в мире духов тебе пристанище искать упокойся с миром себя защитной силой осеняю древнюю силу призываю я прошу и заклинаю камень не цветет не цветет из стены сук не растет а покойная душа ко мне больше не придет среди живых ходить не будет дорогу ко мне навек забудет живым живое мертвым мертвое мне жизнь а мертвому вечный упокой истинно так заклинаю попробуйте провести такое если чувствуете страх если ваши животные болеют если вы видите что удача в дом не приходит если вас домой не тянет если стуки если есть какие-то заметные то есть ощущение присутствие чего-то перед тем как провести ножи и вилки и прочее уберите подальше от стола и лучше вот там где они хранятся там скотчем каким-нибудь прикрепить чтобы не открывались эти шкафы и оттуда ничего не вылетало острые потому что такое может быть я не знаю какой он у вас может агрессивный может уже слабый уже может уйти быстрее и так далее чтобы такого не случалось на всякий случай учтите эти правила то есть учитывайте и после этого вы почувствуете спокойствие перестанут дети болеть иногда дома дети часто болеют тоже из-за того что там неупокойная душа постоянно детьми лечат они опять болеют потому что это неупокойная душа все время выпивает их жизненные силы очень часто у вас бывают такие сны в котором вы в чей-то роли как будто бы это ваша жизнь но не совсем он показывает вам свою жизнь он показывает вам что ему пришлось пережить и что у него было и и прочее одним словом вы почувствуете это и чаще всего неупокойная душа это когда дома вас резко кидает в жар холод это еще пол беды и холод это не так страшно вот в жар кидает это нехорошо постоянно когда дома пропадают предметы когда ни с того ни сего поднимается агрессивная волна когда включаются отключаются телевизор и компьютер и уж тем более когда начинаете слышать голоса когда вас начинает звать тем более голосами покойных ушедших это очень опасно надо от них избавляться и как можно быстрее желаю вам всем удачи мира в семье и в жизни и гармонии со всем мирозданием всего хорошего